Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна, одна, ноль! Это чё? Что это такое? Здарова! Решила я, значит, немного отойти от темы Якудзе, дабы разнообразить свой мега-классный, никому не нужен ютуб-канал, посвященный помощи людям в получении бесполезных, но красочных картинок. И мой взгляд приковала просто легендарнейшая игра из 2017 года. Про Кисулю, ищущую приключения на свою задницу. Она же Night in the Woods, или более подходящий и знакомый вариант, Киска Адвенчерс. Я уверен, что, ну, половина из вас знает об этой игре благодаря небезызвестной волчаре. Жопа! Ну, короче, хватит тянуть кота за яйца, погнали! Гайд создан для поддержки дискорд-сообщества и туб-канала фангеймс. Все ссылки в описании. Сложность Платины можно оценить на твёрдую пятёрочку. А по времени у вас идёт, ну, часикл 25-30. Держите себя в голове, что для Платины вам потребуется два полных прохождения для трофея Hold onto Anything. И ещё два раза дойти до четвёртого дня для трофея Seriously. Но обо всём по порядку. Этот кайт будет максимально последовательным. Так что, если вы будете идти по нему, то ничего не пропустите. Да, и опасайтесь спойлеров. Поехали! С самых первых минут игры мы будем выполнять условия для трофея Seriously. Получить все зарисовки. Ну, как вы уже поняли, я буду говорить, что и где мы будем зарисовывать. Кстати, те зарисовки, которые добавили в обновлении Weird Otom, ну, то есть те, которые мы получаем после диалогов с некоторыми персонажами, и после песен, которые Мэй может сыграть у себя в комнате, не идут ещё. Я без понятия почему. В прологе особо ничего нет. Дойдя до корабля, мы сделаем нашу первую зарисовку. Как только мы вернёмся домой и поговорим с батей, получаем ещё одну зарисовку. Идём наверх и заходим в подсобку под лестницей. Тут стоят коробки. Взаимодействуем с ними и идём спать. Проснувшись, первым делом идём к нижней полке справа. Прочитываем все мысли Мэй и спускаемся вниз. Далее идём к Маман и говорим с ней на все темы. И получаем аж две зарисовки. Выходим из дома и двигаемся влево. Новая зарисовка уже в нашей детради. Здесь мы сможем поговорить с двумя важными челами. Селмерс и Мистер Казаков. В дальнейшем мы будем проводить с ними немало времени. Идём дальше и выходим в центр. Поднимаемся по лестнице наверх и получаем новую зарисовку. Двигаемся дальше и натыкаемся на статую. Вы её ни за что не пропустите. Получаем ещё одну зарисовку. Совсем рядом будет сидеть Лори Эм. С ней мы тоже проведём немало времени. Идём дальше по сюжету в Снэк Фелкон. И болтаем с Грэгом. Переносимся на репетицию и получаем новую легендарную зарисовку. Далее нам предстоит мини-игра наподобие Guitar Hero. Всего в игре их будет три штуки. Для трофея Маэстро нужно сыграть все песни нормально. То есть допустить наименьшее количество ошибок. Поначалу это будет нетрудно. Но Pumpkin Head Guy заставит вас попотеть. Особенно если вы никогда не играли в подобные игры. Дабы понять, что вы нормально сыграли, после песни Грэг должен сказать МЕГА ХОРОШЬ! Если же вы налажали, то сразу уходите из игры и переигрывайте мини-игру. Также для трофея Base Awkwardс нужно сделать наоборот. Завалить все песни. Просто тупо пропускайте их, нажав на Options. Ну а сейчас выбирайте сами. Начать сразу все проходить без ошибок, либо оставить это на второе прохождение. Лично я выбрал первый вариант. В любом случае, после песен вы получите зарисовки, в зависимости от того, как вы сыграли. Далее идут пропускаемые трофеи. Красти, съесть корочки. Когда мы будем поедать пиццу после репетиции, ни за что не берите нормальные куски. Подождите пару секунд, и Грэг выложит на стол корочку. Съедаем ее, и потом еще одну. Трофей ваш. Когда мы выйдем на улицу, и увидим чью-то культяпку на земле, Мэй так и норовится потыкать в нее палкой. Для трофея You Killed That Poor Roach, ну, исходя из названия, надо завалить таракана. Он появится и начнет быстро бегать. Стараемся по нему попасть как можно быстрее, так как вскоре придет тетя Молли, и получить этот трофей вы сможете только в новой игре. Также, как только вы завалили таракана, нужно опустить рукав и увидеть татуху. В конце дня, ваш журнал будет пополнен очередной зарисовкой. Говорим с батей, и заносим новый рисунок. На следующий день, стоит заглянуть в подсобку под лестницей, и повзаимодействовать с коробками. Общаемся с Маману, и выбегаем на улицу. Болтаем с Элмерс, и прыгая на проводах, забираемся на окно. Взаимодействуем с очередной статой, и получаем зарисовку. Выдымаемся на крышу, и взаимодействуем с вещами на веревке. Больше особо ничего интересного за этот день не происходит. Проходим дальше по сюжету, и получаем новую зарисовку. После починки ноута, нам открывается доступ к мини-игре Demon Tower. Для трофея Pale Cat, нужно пройти ее на истинную концовку. Тут я остановлюсь поподробнее. По сути, в эту игру вы сможете поиграть вечером, любого дня. Так что, если данная инфа вам сейчас не нужна, то проматывайте ролик на этот тайм-код. Мини-игра представляет из себя что-то типа Dungeon-кроллера Рогалика, где мы бегаем по подземелью, бьем челов, и сражаемся с боссами. Всего этажей в Demon Tower 10, и нам нужно пройти их все. Тут есть одна неприятная особенность. Чем дальше вы проходите, тем меньше ГП у вас остается. То есть, с финальным боссом мы будем сражаться с одной сердечкой. Зато у вас будет повышаться стамина, которую мы тратим на дож. Не брезгуйте им пользоваться, он вас нередко выручит. По сути, на всех этажах у вас одна и та же цель. Найти ключ и завалить босса. Так что, не рекомендую без надобности защищать полностью локацию. На первом этаже ничего особенного. Да и босс тут не какущий. На втором этаже появляется еще одна важная вещь. Рядом с вашим спауном будет стоять чел с диалоговым окном. Запомните или зарисуйте эти точки. И ни за что не убивайте его. Этот чел еще появится на четвертом, шестом и восьмом этажах. Второй босс тоже не особо сложный. Тактика проста. Атака-додж, атака-додж, атака-додж. Ну, вы поняли. Третий босс уже потруднее. Перемещается он исключительно по пентаграмме. И также можно спаунить мобов. Лучше, конечно, сначала избавиться от них, а потом уже бить босса. Стараемся стоять у одной из концов пентаграммы, где босс обычно останавливается. Четвертый босс просто более трудная версия второго. Атакует быстрее и любит уворачиваться от ваших ударов. Стараемся быть у него за спиной и ловить момент для атаки. Пятый босс нетрудный и просто представляет из себя обычного противника, которого мы встречали на этажах. Снимаем одну полоску хп, потом он разделяется, потом еще разделяется и так далее. Классика. Шестой босс скальный. Он летает по арене и пуляет у вас фаерболы. Также за вами будут летать призраки, которые, сука, бессмертные, а ваши атаки их просто будут отталкивать. Эдекс-то вас может выручить. Просто бегаем по арене и ловим момент, когда босс неподвижен. Седьмой босс тоже кал. Он пуляет со несколькими фаерболами и оставляет с собой кровавый след, который вас дамажит. Постарайтесь замочить босса как можно быстрее, иначе весь пол будет месячных, и вы будете обречены на смерть. Восьмой босс... Ну... Я мажу жопу вазелином, я так люблю аналитекс. Ну это ужас. Самый сложный босс в игре. Тут вообще несколько тактик. Можете завалить сначала всех мобов на арене, а потом приняться за босса. Методом атака-додж, атака-додж, ну и так далее. Кста. Благодаря воротам можно становить летящие вас кинжалы, ещё вы можете заманить босса на кровавую струю, и по нему будет проходить урон. Значит, у меня не получается это делать. Девятый этаж, это просто передышка. Тут никого нет, кроме призраков. Да и босса тут тоже нет, собственно. На десятом этаже нужно сделать следующее. Если вы не убивали чела, и запомнили или рисовали последовательность, которую он говорил, то вам нужно идти в комнату левее от карточащего кота, и ставить черепа так, как сказал чел. За это мы получим очередной ключ. Далее идём к коту и залечиваем рану. Ну и направляемся к боссу. Он не особо сложный. Атака, додж, атака, додж, атака, додж. Иди. Ну и он сам тоже любит доджиться. Так что вот. И да, если вы на нём вздохнете, то вам придётся проделать всё те же действия с черепами и котом заново. Пройдя игру, вы получите истинную концовку и трофеи Demon Tower и Palecat, а также новые зарисовки. И следующий день происходит только сюжет, и новые зарисовки мы получим лишь после бурной ночи. Пускаемся на второй этаж и бежим к нижней полке. Мэйз заметит цифры, и с этого момента к полке подходить не обязательно. Ну и конечно, получаем новую зарисовку. Пускаемся вниз, болтаем с маман и получаем новую зарисовку. Выходим на улицу и бежим к Селмер слушать её первую поэму. И получаем новый рисунок. Теперь поднимаемся на крышу и развлекаемся с кейскопом мистера Казакова. И получаем две первые зарисовки, связанные с созвездиями. Бежим в центр и забираемся на крышу. Там вас будет ждать Лори. Болтаем с ней, поворачиваемся направо и запрыгиваем на самую высокую крышу, где спит кошак. Взаимодействуем с ним и получаем очередную зарисовку. Тут же недалеко будет приоткрытое окно. Залезаем внутрь и находим Маларда. Мэй, конечно же, зарисует бездолагу. Смотрим внутрь и видим пару крыс. Для трофея Miracle Reds нужно кормить их на протяжении трёх дней. Получаем встанную зарисовку. Спускаемся в подземку, идём к ларьку с кренделями. Настало время преступлений. Как же тут воровать? Аккуратно тянем руку к выпечке, а когда продавец начинает что-то подозревать, замираем до тех пор, пока взгляд продавца не уйдёт. Тырим крендель и несём её крысам. Возвращаемся в подземку. В правом углу будет сидеть рыбак. Ворим с ним и получаем зарисовку. Идём чуть левее к толпе и получаем новую зарисовку. Теперь нам открылся доступ в церковь, где работает наша мама. Её мы тоже будем посещать каждый день. Выходим из церкви и идём в сторону кладбища. Зарисовываем огнедышащего чувака и идём дальше. Болтаем с Фастером и Брюсом. За это получаем новую зарисовку. Идём в сторону Снэкфелкона, где мы встречаем легенду Джерма. Болтаем с ним и получаем очередную зарисовку. Теперь идём к Грэгу и начинаем репетицию. После неё мы отделим ещё одну зарисовку, которая зависит от того, как вы сыграли. На первом прохождении мы будем идти по сюжетной ветке Дружбы Сби, начиная с этого дня. В этот день две подруги посетят торговый центр. После этого мы получим новую зарисовку, независимо от действия, которое мы сделали на этой прогулке. Придя домой, обязательно поговорите с батей и посмотрите с ним телевизор. Теперь со спокойной душой идём спать. Проснувшись, бежим проверять кладовку под лестницей. Мдааааа... Папаша коробки так и не убрал. Пускаемся вниз, болтаем с маман и выходим на улицу. Идём к Сенмерс и слушаем очередную поэму. Далее направляемся в церковь и болтаем с мамой. Потом спускаемся в подземку, воруем очередной крендель и несём его нашим детишкам. Выходим, прыгаем к Лори и болтаем с ней. Теперь направляемся в спину очередного приключения. После него мы получим ещё одну зарисовку. Далее болтаем с батей и смотрим с ним телек. На следующий день всё как обычно, в принципе. Идём к Селмерс, слушаем поэму, поднимаемся на крышу, проводим время наедине с мистером Казаковым и получаем две новые зарисовки. Бежим в подземку и воруем последний крендель. Направляемся к Малорду, кормим крыс и получаем трофей в Миракл Рэдс. Далее прыгаем к Лори и идём с ней тусоваться на железную дорогу. После этого наш журнал пополнится ещё одной зарисовкой. Теперь идём максимально влево, где находятся окрестности Фудданки. Там мы встретим Джерма, проводим с ним время и получаем зарисовку. Далее бежим скорее к Би на очередную прогулку. Здесь мы сможем получить трофей Accidentally Good Dinner. Аллигатор попросил нас набрать хавки на вечерний ужин. Вообще комбинаций много, но проще будет взять следующие продукты. Куриный суп, мак и чиз и печенье. Возвращаемся к Би и идём дальше. Осталось только взять курицу у Бати. Тарафей получите уже в гостях после трапезы. Вернувшись домой, получаем новую зарисовку. Не забываем поздравить с Батей и телек и идём спать. На следующий день направляемся в кладовку. Батя наконец-то убрал коробки. И мы наконец-то сможем исследовать эту часть дома. Пройдя до конца, мы увидим сейф. Из него Мэй достанет зуб и зарисует его в тетрадь. Выходим на улицу, идём к Селмерс и слушаем новую поэму. Направляемся в сторону церкви. К Маману идти не надо, так как в этот день она не захочет с нами разговаривать. Двигаем колёса в самую правую часть локации. Здесь будут сидеть три подростка. Разговариваем с ними и на вопрос отвечаем кораблекрушение. А после разговора получаем новую зарисовку. Теперь бежим в центр города и разговариваем с Лори. Далее направляемся к Грегу и проводим с ним немного времени. За это мы получим новую зарисовку. Осталось только подзависать с Джермом и парой бомжей у Фуданки. Проделав все вышеперечисленные действия, идём дальше по сюжету. После такого странного дня, журнал Мэй пополнится новыми зарисовками. Ну и тут всё как обычно. Слушаем Селмерс, развлекаемся с Казаковым и получаем новые зарисовки. Болтаем с Маман в церкви и с Лори на крыше. Бежим к Фуданке и разговариваем с Джермом. Ну и теперь можем идти на последнюю репетицию. После неё вы получите один из двух трофеев. Маэстро или Бэйс Оквардс. Смотря как вы сыграли эти три песни. Ну и новую зарисовку получаем. Далее по сюжету, мы попадаем в библиотеку. Тут есть один важный момент. Когда вы будете на компе искать инфу про призрака, обязательно прочитайте статью про зубы. Уже на выходе из библиотеки, Селмерс представит свою поэму. И мы получим трофей Poets of Possum Springs. Теперь вернувшись домой, вам не обязательно проводить время с батей. Так что можно спокойно идти спать. На следующий день, бежим в церковь и выходим на прогулку с мамой. После такого приключения, вы получите трофей Дженнис Филл. И зарисовку в придачу. Начиная с этого дня, мы будем выполнять условия для трофея Deep Hollow Collarers. Недалеко от гробницы Малерда, будет сидеть музыкант со скрипкой. Болтаем с ним и идём в апартаменты Грега Янгуса. Забираемся на крышу и идём по проводам на самое левое здание. Внутри будет сидеть другой музыкант, с которым тоже надо будет поговорить. Также здесь мы получим ещё одну зарисовку. И найдём нашу первую пентаграмму. Не забываем поговорить с Лори и идём тусоваться с Джермом. После этого, мы получим ещё один рисунок. Но теперь, мы наконец-то можем идти на охоту на призрака. Без разницы, с кем вы пойдёте. В любом случае, нужно в итоге будет пойти с каждым. Лично я, конечно, выбрал Рептилоида. После расхищения гробниц, получаем новую зарисовку. На следующий день, выйдя из дома, идём в правую часть города, куда мы ходили с Джермом, и садимся на мост. Через пару секунд появится Трэш Кинг. И мы получим трофей Рэбис. А, ну и очередную зарисовку. Далее бежим к Казакову и пялимся на звёзды. Очередные зарисовки уже в нашем журнале. Теперь направляемся к Лори. И опять идём тусоваться на ЖД пути. После этого мы получаем ещё одну зарисовку. Далее бежим к двум музыкантам и разговариваем с ними. Напоследок болтаем с Джермом и идём на прогулку с Би. На вечеринке, как только Мэйн и Дэйс колбасится, идём направо и разговариваем с Даней Бумшеллом. И за это получаем вторую пентаграмму. По окончанию такого вот приключения, получаем трофей Best of the Volleyball Friend. И новые зарисовки. На следующий день всё как обычно. Бежим на крышу болтать с Лори. И после этого идём в то место, где сидит музыкант с саксофоном. Теперь там будет сидеть ещё и музыкант со скрипкой. Разговариваем с ними и получаем трофей Deep Hollow Hollers. Ну и сделаем ещё одну зарисовку. Осталось только потусоваться с Джермом. После попрыгушек на батуте, мы получаем зарисовку и трофей He's From Somewhere. Теперь идём дальше по сюжету. В следующем я выбрал Ангуса. После такого вот приключения, мы получаем новые зарисовки. Дальше будет происходить сюжет. Так что на этом я не буду акцентировать внимание. Ну и наконец, эпилог. Наш журнал пополнился новыми зарисовками, а также последней пентаграммой. Выходим на улицу и разговариваем с батей. Мэй отдаст ему зуб. А мы получим трофей Let's Tooth. Sweet Tooth. Бежим к Казакову, находим последнее созвездие. Получаем зарисовку и трофей Dusk Stargazer. Направляемся к тем самым трём подросткам у кладбища. И рассказываем им о наших пентаграммах. За это получаем трофей Three Weird Teens. Далее болтаем с Лори и получаем трофей Horror Show. Далее бежим в центр, и у статуи будет стоять тот петух из начала игры. Болтаем с ним и получаем зарисовку. Ну и в принципе всё. Бежим к Грэгу и завершаем игру. После титров получаем зарисовки и трофей Ascent of Everything за первое прохождение. Следующим нашим шагом будет начать второе прохождение. Оказавшись в игре и открыв журнал, есть шанс, что вы нехилот так обосрёв. Когда вы увидите пустые страницы. Всё нормально, так и должно быть. Игра запомнила все ваши старые зарисовки. На этом прохождении мы теперь будем идти по сюжетной ветке дружбы с Грэгом. И если вдруг вы пропустили какие-то зарисовки, то их тоже стоит получить на этом прохождении. Ну и не забываем про репетиции. Если вы на первом прохождении решили завершать песню без ошибок, то на втором вы можете их просто скипать, нажав на Options. За это вы получите зарисовки и трофей Base Upwards. Теперь переходим к Грэгу. Но тут в принципе всё так же как у Би. Ходим на прогулки и после них получаем зарисовки. Есть правда один важный момент. На нашей самой первой прогулке, когда мы идём в Фуданке, у нас будет выбор с трёх голов. Прикол в том, что за каждую голову своя зарисовка. Но выбрать можно только одну. Именно из-за этого нам придётся ещё два раза начать новую игру и дойти до этого момента. Ну а пока запоминаем выбранную голову, чтобы потом уже выбрать другие. Также у Грэга есть несколько мест, где можно получить пропускаемые трофеи. Knife Fight. Победить в вертельной дуэли. На нашу третью встречу Ти Джой позовёт Мэй в лес и предложит помахаться за точками. Для трофея надо надевать больше дыр, чем Грэг. Не особо трудно, но с первого раза вряд ли получится. Ещё один трофей, который мы можем получить вот буквально на этой же прогулке. Brain Shot. Закончив фехтование на ножичках, заднеприводный предложит пострелять из арбалета. Для трофея нужно залимодить чётко в жбан, вот этой вот чучундре. Ну и всё. Закончив сюжетную линию Грэга, мы получим трофей Let's Be Legends. Осталось только сходить с ним на поиски призрака, дабы получить зарисовку. Заканчиваем игру и получим трофей Hold On To Anything и Make It Last. Ну а дальше дело за малым. Начинаем новую игру, спидраним до четвёртого дня и забираем вторую башку. Получаем зарисовку. Выходим в главное меню, заходим в настройки и чистим файл сохранения. После этого начинаем опять новую игру, спидраним до четвёртого дня и забираем последнюю голову. Если вы всё делали правильно по гайду, то придя домой, вам выпадет трофей сервиса и вместе с ним платина. Поздравляю! Если гайд оказался для вас полезным, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и дёрните за бубенчик. А также вступайте на наш Дискорд сервер. Тут прикольно. Спасибо за просмотр, до встречи! Моей любви нету трезвой головы, но мне это не неловко, ведь у члена есть головка. Так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я, я и ты, грязные животные, так что пусть творят разрад жопы на животные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком банали, как макаки делают за фитской бля программе.